Проблемы естествознания, но здесь возникает не такая сложность. В прошлом году была некоторая мероприятия в отношении названия. В одной группе, в том числе, записаны философские проблемы естествознания, в другой, как философские вопросы естествознания, в третий, как проблемы естествознания и так далее. Вы не смотрели свои собственные расписания по группам, совпадая при названии курса? Зазвучит просто философия. У некоторых было и такое. Сейчас она просто длинная, все. Все в одном месте, в одном месте. И у всех подействий. Сынф. Я, конечно, уточню. Сынф. Я, конечно, уточню. Сынф. Я, конечно, на самом деле. Дальше. Пять минуты. Я, если, конечно. Хохище! Я, от крайней, процеду. А от様н, все прекрасно. Ну ладно, когда с этим разберемся, я вам уточню. Скажу, как на самом деле это называется. В зимнюю сессию вы раздаете экзамен, но, опять же, у большинства групп был экзамен в прошлом году, а некоторые группы здесь надо зачет. Мне тут пришлось предпринимать. Дифференцировать. Для зачета от Вильгера для экзаменов. Вот это сделается на старостной. Так. Во втором семестре у нас будет курс по истории и философии и науки. Но этот курс будет читаться факультативно, то есть, кто желает, тот записывается, кто наживает, тот не записывается. Этот курс нужен для того, чтобы вы получили кандидатский экзамен по истории и философии. Если у вас будет кандидатский экзамен и вы, например, решите поступать в аспирантуру, то члены приемной комиссии, которую вы должны пройти, чтобы попасть в аспирантуру, с радостью и удовлетворением констатируют, что у этого кандидата уже кандидата в аспирантуру, поступающего в аспирантуру, где есть кандидатский экзамен, значит, он действительно готовится к защите, а уже продолжается. Примерно так и стоит. Дальше. В отношении расписания занятий. В прошлом году чередовали занятия почетными и нечетными неделями. То есть в одну неделю было две пары, в другую – одна пара. В этом семестре как? Правильно. Точно так же? Чередую еще. Чередую еще. Чередую. В последние недели у нас одна пара. Ну, вообще, это вторая неделя от учебницы? По календарю четную, четную. А, по календарю. Так, значит, это себе ответьте, что расписание чередуется, что в этой неделе это четная, не четная? Ну, тут надо в зависимости от недели, если считается неделя от учебницы, все это одна пара, если календарю. Может быть, кто-то из старост сейчас прямо... Ребята, у меня там большая вопрос. Уточните расписание. Четная или нечетная неделя? У нас здесь пара и одна пара. Сегодня нечетная неделя. Сегодня нечетная неделя. И сегодня нечетная неделя. Прошло, прошло. Где пара только просто либо у физиков, либо у инженеров? А где-то у физиков, либо у инженеров? А нечетная неделя, какая-то у физика, да, получается? У учебных инженеров, учетных ДО. Так, ну ладно. Все, 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 все. Физики с сидят, вывешиваются? Да. А как они? А с чего это есть? Физика точно. Хорошо. Дальше. Вы распределились и знаете, кто в первой группе? И знаете, кто у кого старосты? Да. Знаем. Хорошо. Тогда мне старосты должны предоставить информацию в отношении почтовых ящиков. Встретовал сколько еще? Сейчас здесь. Сейчас здесь. Вот. И да, желательно будет также иметь какой-то объединенный список всех. Продолжение следует... 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 Это есть область философии, включающая в себя все научные дисциплины. Не то что разделение, но некоторая, так скажем, систематизация областей исследования производится лишь в поздней античности. Ряд школ, такие как стуйки, пикурейцы и некоторые другие, выделяют три основных области философских исследований. Первая область философских исследований – это физика. Вторая область философских исследований – это логика. Такого слова греки еще не знали для обозначения дисциплины, направлений исследований. Они говорили «диалектика», вместо того. И третья – это этика. И в эпоху поздней личности, в эпоху велинизма. В центре выходит область философии, называемая «этикой». Далее идет физика, и как бы скорлупой защитной становится логикой. По-гречески называли ее «диалектика». Ну, не только «диалектика», и были еще такие слова, как «аналитика», например, в Иристофе. И Аристофе разграничил как-то диалектику и аналитику, очень тонко. Но это детали, это тонкости, которые не во всех школах одинаково трактовались. Без расщепления общей теоретической области, в эпоху велинизма, некоторые классификационные барьеры образовываются. Далее, если мы идем дальше и рассматриваем, как развивалась философия, то мы видим немножечко личную картину «Философия вместе с ним». «Испытывает кризис в эпоху раннего христианства есть. Возрождается лишь в средневековье». Возрождается лишь в средневековье. Наука чуть более не умерла, но, слава Богу, не умерла. В средневековых университетах мы имеем, опять же, цельную область теоретической деятельности. Классификационные рубежи проходят несколько иначе, чем в позднее антических. Вот так. Мы имеем 7 основных разделов философских исследований. Это арифметика. Кто знает арифметику, кто большой философ. Это геометрия. Это астрономия. Это музыка. 4 дисциплины, говорящие что-то о природе. И 3 дисциплины, как мы сказали, гуманитарного плана. Это диалектика. Как я вам сказал, логика. Диалектика. Грамматика. И риторика. Диалектика, грамматика и риторика. Вот, значит, 3 муманитарных, как мы сказали. И 4, которые что-то говорят о природе. Это музыка, она о природе говорит о гормонах небесных сфер и о прочих интересных вещах. Это арифметика, ну конечно, арифметика природы толку. Это надо еще продавить. Геометрия. И астрономия. И астрономия. Вот и астрономия. Кто знает арифметику, музыку, грамматику, астрономию, тот и философ. Да даже в университетах присваивалась ученая степень, как бы мы сказали, а именно степень магистра философии. Кто прошел изучение соответствующих трех гуманитарных или четырех естественных, мы бы сказали, циклов, тот и философии. Так, ну вот, вы видите, что все как-то странно. Будь то мы и не в России живем, вы ведь знаете, что в России все по-другому. У нас философия, идеология. Ну да, у нас философия это идеология в значительной степени, в силу исторических обстоятельств, так уж сложилось, к сожалению, в беде нашей философии. С этим ничего не хотим еще. Но мы будем преодолевать это, что сложилось, и будем трактовать философию, как ее трактовать. 2000 с половиной лет назад. Ну и на протяжении всей последующей истории. Постараемся так, так, так. Надо, значит, переберучиваться. То, что вы знаете о философии, может быть, это какие-то ясные сплетни. Все-таки расщепление произошло. Я вам об этом говорил. Давайте займемся расщеплением теоретической сферы на философию конкретной степени. Все-таки мальчик в поле. Это разграничение начинается в Европе примерно с 17 века. Начинается в связи с развитием как раз естествознания, экспериментарного естествознания. Ну вот и не последнюю роль, если не представляется, историческую роль сыграло английское королевское общество, которое подходит с Артем Юнгом и многие другие известные. Они говорили, что они являются философами, но философами высокого типа. Они говорили, что они занимаются натуральной философией, философией природы и противопоставляли себя той философией, которая была связана со схоластической традицией. Ну и в частности, Исаак Мюнг, как вы помните, тут также назывался я философами, написал такой трактат, как именно «Математические начала натуральной философии». Исаак Мюнг тоже был философом. Использовал другим философам активно, с Лейбницей по математическим и физическим проблемам, больше по математическим, теопифизическим тоже. Так, вот такие появились философы, которые принимали к рассмотрению лишь такие философские трактаты, которые имели выход на опыт, имели опыт на это утверждение. В английском и в гражданском обществе было требовано не принимать к рассмотрению тексты, которые не имеют опытного подоснования, исключать тексты, которые говорят о религии, о политике, о нравственности и так далее, эстетике. Таким образом начинает выделяться особый подход к философии, связанный с становлением естества знаний. Из этой натуральной философии затем возникают известные в обмене дисциплины, такие как физико-химии. Так, но тем не менее, разграничение факультетов и в повинене не было. И оно появляется, как я сказал, только в XIX веке. Разграничение факультетов появляется только в XIX веке. В XIX веке, в отличие от XVII флагманом области прогресса оказываются уже не Англия, Голландия, а Германия. В германской. Так, значит, такова вкратце история. Мы, конечно, ее более подробно будем, слабко и обращаем. Вот, видите, она кажется, что так всегда было, что философия – это всегда. как бы существо в качестве чего-то отдельного от наук, от физики, например, от церковных дисциплины. А оказывается, что мы так. Оказывается, что мы так. Ну, даже после этого расщепления, если мы ориентируемся не на нашу, связанную с идеологией, очень тесной традицией, а на общую мировую традицию, продолжающую греческие корни, то мы видим, что философия прежнему неразрывна от научных исследований, что многие философы, они являются выдающими сил учеными, хотя это не часто, конечно, и одноправно, самому многие. Ну, некоторые выдающиеся учеными, в частности, я буду назвать современного, значит, американского исследователя хидорепатмана. В качестве примера можно хидорепатмана привести, можно еще, вот, менеджер, живой, недавно привезти арт-фильтров, ну, и все выдающиеся тоже. И, вот, связанный, не тесно, с важными научными достижениями исследований. Ну, давайте о хидорепатмане пару слов. Вы знаете, что великий математик Дейвен Гилберт сформулировал в начале 20-го века ряд математических проблем, которые были названы великими, которые решаются некоторые решения, некоторые решения математики. Так вот, Хиллари Паттман приложил руку к доказательствам к разрешению 10-й проблемы Дэвида Гилберда. Кроме того, Хиллари Паттман занимается интерпретацией квантовой механики, она делает различные концепции квантовой механики, которые считают современному научу не разумеется. А в чем 10-я проблема заключается? 10-я проблема в том, что в чем заключается? Ну, вот, к сожалению, я вам объяснить не могу, я не настолько хорошо знаю математику и феорию Паттман я не могу на вашу вопрос. Надо посмотреть. Джон Сёрль из более ранних аналитиков можно назвать, например, Бертрана Рассела. Если бы не было того, что сделал Бертран Рассел совместно с Уайдхиллом, не было бы и современных компьютеров. Рассел с Уайдхиллом написали важный трактат под названием «Принципио-математика» и «Принципио-математика», где они построили логику предикатов первого порядка, семантику, «Принципио-математика» и на их исследование окрались Аллах Кюрин и Фон Вейман и Минга и Минга и Минга и Минга Бертран Рассел. Уилорд Клайн, например. Клайн тоже интересный философ 20 века. он философию начинал с того, что решил построить теорию относительности Эйнштейна в виде формальной аксиоматической системы аксиоматической системы. И занимался философом добился очень интересных успехов, построил семантику весьма отличную принципио-математики, расслабляет. А Уилорд Клайн, также выдающийся философ науки, логика, очень важная для философии 20 века. Один из самых цитируемых авторов. Занимался проблемами философской логики, философской логики и очень большой вклад в развитии соответствующих областей. Так, ну вот некоторые примеры. Есть философы, которые либо математику хорошо знают, Хиллари Паттнер, либо логики сделали очень много, даже в области теоретической физики, вот если взять Паттнера, и Карнапа, ну, больше, конечно, наверное, Паттнера, если брать актуально, да, с этими результатами. Результаты удовольствия Карнапа интересны, они задали общий путь, но сегодня мы взяли уже более более разнообразные, так скажем, собирающиеся на современную науку, интерпретации. вот видите, что философская мысль, она связана с наукой, с различными научными дисциплинами, можно указать также, многие философы, допустим, с нейрофизиологией очень хорошо дружат, например, с нейрофизиологией и так далее. Наша философия не подверглась искажению со стороны использующей идеологии, аудитории об этом существа нацизм ионизм, существа наиболее мистерческой партии, понесла свою лепту в удалении мыслей философской от основового пути в связи с наукой, с научными исследованиями, идеологизировала философскую мысль. Это сказывается, конечно же, и поэтому. Ну, вот не всё так плохо, даже на опыт нашей кафедры сославства, например, мой ученик ныне работает в Ламбурге, в Ламбургском университете, он занимается семантикой языков программирования, он использует аналитическую философию языка для того, чтобы получить в коммунитарных вопросах группе программистов, которые занимаются разработкой новых языков программирования. По контракту на два года я туда пригласил. Не всё так плохо, я уже 4 года. Так, ну и политология искусственного интеллекта, например, пишут мне регистранты работы голосового языка, современные пишут. Перепознания. Всё это связано с Ламбургой, всё это связано с Ламбургой. И это, мне кажется, хорошо, это близко к столбовой дороге развития европейских философий. Итак, это хорошо. Значит, то, как вы догадываетесь, у научной общественности, например, того же славного маркера, проблем с философией. Я с удовольствием приглашаю на свою философию. Мы выравниваем образом в Казахстане и университете. С нашей кафедрой преподаватель стажировался в Стэнфорде, занимался исследованием в области математической рубрики. Ну и, например, доказал ряд важных теорем. Одна из теорем уже не в Стэнфорде, доказанная касается асимметричности правил... Правила отделения и, короче, второе это называется. В натуральном исчислении высказываем, но в натуральном исчислении высказываем интуиционист. Идем в забану начать. Так. Вот. Вот. А, правила присоединения и отделения натурального исчисления высказываем интуиционист. Ну, конечно же, философия более многообразная. У нас, например, на кафедре есть другие области, которые... У нас есть естественное знание, но с наукой тоже контактируем. Вот. Такое направление традиционное для европейской философии, как философия права. Современная философия, она развивается, используя некоторый методологического аналога. И один из преподавателей нашей кафедры работает также... Владимир Владимирович Владимирович работает в институте философии правового охрана, где занимается именно философией права, математическим правоведением. Вот. Очень-очень интересное направление этих правов. А что изучает математическое правоведение? Ну, вот Владимир Олегович построит на основе булевой алгебры системы, которые решают вопросы диантической логики разрешено, запрещено, не позволено и прочие вещи. С его точки зрения, его основанная булевой алгебры и диантическая логика, в общем-то, логикой не является, потому что в ней нет его отношения логического связанства. Ну, это, конечно, может быть, история, интерпретация, собственно, гидрофортов, но интересно. Вот, значит, он этим занимается. Наша кафедра также контактировала с лабораторией робототехники, логического факультета, и мы занимались проблематиками обработки искусственного интеллекта. Даже на конференции вместе собирали обработки искусственного интеллекта. Какая самая главная проблема искусственного интеллекта? Ну, что было предметом рассуждения? Ну, есть очень много интересных проблем. Достаточно распространённо разделение на трудную проблему сознания и так называемые лёгкие проблемы сознания. Это популярное разделение, мы его не всех произведем. Трудные проблемы сознания называются проблемы существования нашей субъективности, нашей субъективности. Почему мы имеем именно такой опыт? Почему наш опыт отличается от опыта других живых существ? Ну, например, летучих мишек или кошек и так далее. Почему наш опыт имеет для нас значение? Что он нового вносит в наше сознание и так далее? Это называется трудные проблемы сознания. Лёгкие проблемы сознания решаются путём взаимодействия с нейрофизиологией, генетикой и так далее. Они подлежат какому-то конкретному решению, а на трудное проблему сознанию является такой более абстрактным и общим ключевым, это привлекает волославскую власть. Есть такое разделение. Гусек, животные. Это касается, значит, теории искусственного интеллекта. А конкретно это на практике где-то приближается, когда там что-то начинают какие-то системы делать? Да, конечно, конечно. В настоящее время создаются специальные аппараты, которые призваны диагностировать наличие или отсутствие сознания без обращения к анализу поведения носителя этого сознания. Подобный аппарат одним из первых предлагал Чаумерс. Австралийский философ Чаумерс, очень популярный в области философии сознания и теории искусственного интеллекта, как-то продемонстрировал на конференции прибор, позволяющий диагностировать наличие сознания. Испытуемый, каждый желающий в качестве искусственного подхода, и прибор загорался, диагностируя наличие сознания к соответствующему человеку. Какой критерий от отбора? Он смог подойти к прибору, осознавать лампочки. Ну вот, я интересный кастус к этому прибору подошел. Значит, подключился к этому прибору, лампочки не зажглись. С точки зрения Даниэла Деннета все мы зомби. Наша субъективность – это иллюзия. Мы связаны с очень сложными автоматами. Идея особого субъективного опыта, моего восприятия, допустим, кранского, моего ощущения пространства и так далее – это все нечто близкое к эпифеномеру. Вот, лампочка зажглась, и Даниэла Деннета все удовлетворенно села на своем месте. Говоротически такие, кажется. Потому что лампочка переградила. Дело в том, что понятие сознания, когда мы берем современную философию сознания, оно достаточно широкое. И считается, что у высших животных оно, так сказать, каждое имеется, что они осознают свою уникальную субъективность, и их уникальная субъективность отличается от представителей других людей. считается. Вот это и называется сознание. Ну, теория интеллекта, конечно же, касается и других многих вещей, например, построение интеллектуальных систем, экспертных систем и прочих вещей. проблематика искусственного интеллекта касается. Ну и вот в современной методологии искусственного интеллекта разрабатываются два основных различных направления. Одно традиционное направление, ориентированное на цифровые компьютеры, ведущая Кертрана Рассова, Черезалуна Ферлинга и так далее. В этом направлении искусственный интеллект моделируется как символьная система. символьная репрезентация и символьные операции принадлежат в основе соответствующей теории. И второе направление, оно в последнее время достаточно активно развивается, связанное с нейронными сетями, конъекционистская модель искусственного интеллекта, где искусственный интеллект не рассматривается как символическая репрезентация, а рассматривается как некоторая атмосфера, там доминируют хористские подходы, семантика издается иначе, в традиционном атомистском, ведущем от цифровых компьютеров подходе. Есть еще много других интересных областей теории искусственного интеллекта, об этом можно много говорить, о чем мы продолжаем. Вернемся к философии. Философия, значит, заключает в себя такой интерес к философии искусственного интеллекта. И на нашей кафедре существует специализация для магистратов. Специализация называется «Интеллектуальные системы и когнитивные исследования». Интеллектуальные системы и когнитивные исследования. У нас, в этом году, мы набрали немного, но 5 человек набрали. Пять человек. Мы видим, что философия может и должна находиться с лукой английской, и, несмотря на то, что философия в настоящее время как бы отделилась, есть один факультет, существующий изолированный продукт наук, но эта изоляция не должна преувеличиваться и не должна приводить к какому-то сепаративизму философским исследованиям. Философия не имеет, так скажем, такого предмета, который не интересен другим, так можно сказать. Ну и многие авторы, современные даже представители философии ХХ века по-прежнему полагают, что философия представляет из себя какую-то квинтэссенцию науки. философии, он-то тот же Хиллари Хаммут, он, прежде всего, позиционируется я как философ, не как математика, не как физика-теоретика. Философия – это некоторая квинтэссенция, научная деятельность. Я думаю, что подобное понимание философии является более адекватным, чем все версии философии, которые существуют у нас в СССР, в Ситаях, не в регионах социалистического философии, которые существуют в СССР, в СССР. Ну, ладно. Значит, у нас перерывы как? Уже тоже. По-моему, не перерывы, да? Давайте сделаем небольшую длину о том, как наука зародилась и что такое новое. На своих лекциях Хоппер использовал следующий прием. В аудитории с физиками он предлагал своим студентам такое задание. Хоппер говорил, я вам даю одну минуту времени. Вы должны на протяжении этой одной минуты проводить наблюдение и записывать тот опыт, который вы приобретаете. Все, задание ясно, время пошло. Проводите наблюдение, записывайте то, что вы получаете. Мы ничего не поняли. Попробуем еще раз. Вам дается одна минута. Вы должны наблюдать. Зачем? И фиксировать сейчас свои наблюдения, собирать. Может, из ваших наблюдений зародится наука? Давайте, время пошло. Спасибо. Существует просто такая теория, что сначала люди, дескать, накопили опыт. Наблюдали природу, допустим. А затем из этих наблюдений, из этой знакомой мамы, родилась наука. Примерно, значит, на видео ушло. Значит, что записать будем ждать наука? Почти пустой стакан. По окну перемещаются капли, если вращать этот стакан в руках. Вязкостные характеристики капли коррелируют с вязкостью обычной воды. С вязкостью чего? С вязкостью обычной воды. Ну, где стакан? Там где-то есть стакан? Нет. Ну, я есть. Ага. Ясно. Хорошо. Не знаю, мне что-то записывать надо. Ну, свои, так скажем, наблюдения нам надо бы это фиксировать, чтобы было это. Я не знаю, я вот не зафиксировал, просто наблюдался взглядами. Парни, в основном, сделали какие-то прищуренные глаза и начали как-то хип посмотреть по сторонам, а не очень как-то пространно так наблюдение. В основном, я не знаю, что... Большая часть студентов сначала не поняла, что нужно делать. Не нужно ли вообще делать. Я уже думал, что... Я приступаю. Именно так, да. Никто из людей не может наблюдать неизвестно что. Либо у нас будет полный разброд. Кто-то будет смотреть, как все девушки ведут, кто-то в стакан убиться. Кто-то, черт, 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 черт. Вот, и никакого единства никакой науки у нас не возникнет. Ну и вывод Карла Борбера из этого маленького эксперимента, что наука не возникла из опыта. Она не может возникнуть из опыта без простого наблюдения окружающего мира. В принципе, не может. Но как же она тогда возникла? Вот Поппел очень интересный вопрос для ведения науки. Он считает, что наука возникла благодаря развитию критического мышления. Нам одной минуты мало просто было. Конечно. Можно выгнеть. Достаточно, чтобы поймать, что ты находишься на зелосу. Что ты еще разница? Что ты находишься на зелосу. Что ты находишься на зелосу. Аборигену Австралии наблюдали не одну минуту окружающий их мир. Они наблюдали его, наверное, порядка двухсот, если не ошибаюсь, тысяч лет. И тем не менее не родили никакой зелосу. Так зачем вам рождать науку? Он пошел, сорвал еду, съел, все. Они в них не холодны. Если есть какой-то... Гипотеза Коппера заключается в том, что мы имеем изначально дело с какими-то концепциями. Первоначально это миф. Да, у людей различных нормами имеют свои собственные мифы. И они, руководствуясь этими мифами, проводили свои наблюдения. А с возникновением критического мышления мифы подверглись селекции, критике, улучшению. Совершенность мы имеем. Свои мифы, но новые, как развиваются философские отношения. Так принялась новая. Так все-таки непонятно еще раз из-за чего возникло. Из-за того, что мифы как-то по-другому описывались с каждым успокоением. Возникновение науки – это рождение науки из мифа, из критического отношения. Другой вопрос вы можете спросить, откуда оно взялось, это критическое мышление, которое позволило переделывать. На этот вопрос надо отвечать уже более конкретно. Надо рассмотреть историю Тренингреции, взаимосвязь древних с окружающим миром. Какие-то культурные, политические, социальные условия, которые были в мире очень большие. И тогда мы поймем, почему они стали переделывать собственные боги. Греки вели активный татар-боговый культурный диалог со странами Ближнего Востока. Они знали о чужих богах. Они знали, что боги могут быть священными коровами, другими странами, существами. И это зарождало скетическое и критическое отношение к собственным мифам, к собственным традициям. Из этого и родилась Нома. Ну, конечно, были и другие факторы. Вот если мы обратимся к Менецкой школе, то мы увидим, что в каждом поколении, согласно Карлу Гуктору, его интерпретация о развитии этой школы, новое поколение опровергает своих учителей, выстраивает что-то новое в окружающем мире. Фалес говорит, что все полно богов. Фалес говорит, что все есть вода. Или что произошло из воды. Не знаю, это зависит от интерпретации. А ученик, Фалес, его собственный племянник, мой собственный, значит, племянник, Анаксимандр, говорит, а вовсе не так. Фалес утверждал, что все есть вода, все произошло из воды, все опирается на воду. И строил такую космологию, что Земля плавает в воде. И мы живем на этой плавающей воде, на этой земле. Анаксимандр говорит, что ничего подобного. Если Земля плавает в воде, если Земля опирается на воду, то нам надо объяснить, на что опирается вода, на которую опирается Земля. И если мы объясним, если мы найдем какое-то первоначало, на которое опирается вода, которая держит Землю, то мы можем смело ставить следующий вопрос. А на что опирается то первоначало, на которое опирается вода, которая держит Землю? И если мы найдем такое первоначало, на которое опирается первоначало, на которое опирается вода, в который плавает Земля, то мы, вправе спрашивать и дальше, мы получаем отрез москренящий. Это один из древних философских аргументов. Если мы не можем остановиться в своем объяснении, это не есть хорошо. Значит, мы должны бросить идею, что Земля на что-то опирается, и принять, что Земля ни на что не отходит. И Анаксимандр построил первый глобус Земли, нарисовал первую географическую карту. Правда, глобус Анаксимандра был цилиндрический. Он считал, что Земля имеет форму цилиндра. На одном торце этого цилиндра живем мы, а на другом живут антикоды, существа противоположные. Если мы не находимся, живем на космосе? Да, мы живем на плоскости, на торце цилиндра, а на другом торце антикоды. А на чем тогда этот цилиндр весь держится? Он ни на чем не держался. Если бы он на чем-то держался, мы получили благодарность бесконечности, это плохо. Кроме того, Анаксимандр придумал интересную еще одну теорию. С его точки зрения, жизнь возникла в море, и сначала возникли простейшие организмы, которые затем между собой соединялись, образуя более сложные существа. И эти более сложные существа, в конце концов, вылезли нас лучше, появились в сухопутных жаржах. Но как же быть с первого начала? Анаксимандр отвечал следующим образом. Вещи возникли из безграничного существа. Это опиерон по-гречески. Существует некое безграничное. Из него возникают все вещи. Вещи приводятся к существованию благодаря нарушению гармонии, благодаря несправедливости в рамках безграничных. И поэтому богини судьбы исследуют всякую существующую вещь до тех пор, пока она не вернется в безграничное, из которого возникла благодаря несправедливости. Так Анаксимандр возрождала первоначальность существующего. Вы видите, что-то он не очень уважал своего родного дядю, получается. Но не так. На самом деле он уважал своего дядя. Его дядю уважали все грехи. Его дядя был практически в дальнейшем Ксиле. Все уважали его дядю. И Анаксимандр тоже уважал своего дядя. Поппер отмечает, что у нас нету не только никаких фактов, но и ни одного свидетельства, чтобы между Анаксимандром и Фалесом возникли какие-то конфликты. Ни одного свидетельства, чтобы они когда-нибудь поссорились, поздорились. Значит, у моего великого дяди все правильно, и мы с ним живем очень хорошо. Здесь как раз мы видим, что рождается какая-то новая традиция, не характерная для прежних цивилизаций. В прежних цивилизациях поколение продолжало предшествующее. Поколение стремилось взять как можно больше священной непристили. Которые не слишком сильно. А здесь мы видим какую-то новую традицию. Родной племянник отрицает, оспаривает своего великого и любимого дядя. И у них никаких слов на этих лучших не возникло. Они вместе продолжали исследовать природу, животных изучать. Небесные тела нам дают. Фалес, например, «Солнечное затмение» предсказал, что это не так большое. Оно и наступило тогда, когда нужно было поступить за Фалесом. Значит, он большую математику знал. И никакого конфликта между Фалесом и Анаксимандром не возникало. Это рождение нигде никогда не существовавшей традиции. Так же было и с учеником Самаруфа Лес Анаксименом. Он опровергал. С учеником Анаксимандра Анаксимен. Анаксимен, ученик Анаксимандра. Опровергал теорию Анаксимандра, доказывая, что первоосновой всего существующего являются такие, значит, основные стихи, как воздух, огонь, вода. Да, но наиболее фундаментальным с точки зрения Анаксимена началом являлся воздух, поскольку он мог превращаться в другие элементы, но он мог путем сгущения превращаться в воду или путем разрешения превращаться в огонь. Благодаря той же способности к трансформации воздух должен быть признан наиболее фундаментальным правоначальником. Примерно такая филология. Анаксимен опровергает своего учителя и они опять же не ссорятся. И она продолжается вплоть до нашей дни. И только там, где она продолжается, есть даже больше, чем наука, есть европейская человечка. Вот это критическое мышление, оно в дальнейшем переходит с области исследования природы на всю сферу культурной жизни. И, например, если мы посмотрим 5-й, 4-й век на наши горы, каждый грех без исключения уже является филосой. Следует защищать свои кущи крепостных стен родного города. Это Гераклит сказал? Да, это Гераклит. И уже у Гераклита был и Логос, но Логос – это высший божественный закон, который управляет всей природой. А Номос – это закон, созданный людьми, но люди обязаны ему подчиняться пуще, чем защищать стены родного города. Так говорил Гераклит. Ну и, в общем-то, в различных политических системах Древней Греции это правило соблюдалось. Например, в афинской демократии. В афинах на государственные должности люди избирались и избирались строго по закону на определенные сроки, ну, например, на два года. Как только два года проходит, человеку говорят, все, твои полномочия завершились, давайте проводить новый жеребье. На эту должность по жеребью бросали на жеребье и выбирали кого-то святующее, чтобы он исполнял соответствующие функции, судебные или какие-то другие политические. Так записано в законе, идти должен уйти. Так записано в законе, мы проводим новую жеребью. Вот, греки это уже прекрасно понимают. Мы видим, что критическое мышление распространяется не только на исследование природы, но и на социальную, политическую, культурную жизнь Древней Греции. И одним из важнейших этапов этого распространения был пятый век до нашей эры, решающий этап, можно сказать, эпоха греческого просвещения, эпоха софистов. Платные учителя в области, все, что наработали Гераклит, Фалес, Моноксимандр, Парменид и многие другие, они распространялись среди граждан за приличную плату, конечно. Но философские знания разных мудрецов не остались без дыр. Они вошли в плод и кровь, значит, европейской культуры, благодаря софистам. Гераклит просветил европейскому человечеству. И, конечно, после софистов легко отправить императора куда-нибудь подальше. Это уже каждый гражданин. Своего императора, естественно, просвещенному императору, Александр Македонский учился, воспитывался под руководством Аристотеля. Аристотель, воспитывался. Так, вот, значит, примерно так. Так, наука проблема, наука философия, наука философия, наука философия – это одна и ту же проблема, она в субботу для жизни европейского человечества. Наука, в принципе, никогда не может быть, так скажем, слепой служанкой, и никогда не было слепой служанки. Это ключи. Даже в среднем греха. В среднем греха. Ну, например, в среднем греха. В среднем греха. Если в среднем греха закрывается, то, короче, пошел, и она ищет. И тогда, значит, сегодня все. Эта штука начинает кричать. Если через эту штуку можно идти, то через закрытие, то пошел, типа, сильный рецепт. И она параллельно еще одна. Еще одна. Она включала свет в собой. То есть, когда дверь закрываешь, это сигналом появляется. То есть, она 15 секунд через эту пропускает. И вот через этот провод был подключен. Через эту штуку разорвалась. Нормально. И так-то так получилось, что я, короче, тоже класс. Я теперь это показал. Приборы, например, для двигателя. Для двигателя, наверное, в мере сопротивления. Ну, короче, термодачик. Сейчас вот. И сейчас он стал раньше включаться. То есть, у меня, видимо, как и было вот так вот подключено. Ну, то есть, термодачик. Если только идет просто вот так вот, то надо все напряжение подать вот на этой штуке. Для полочек управления вот так вот, как само собой. Подключено. А у него это ограничено. Не можно, например, два устройства. И, короче, у меня это получилось. Но у этого сопротивления сейчас он стал меньше, чем сам. Эта штука отстанет. Он стал нормально теперь. Сейчас я вам скажу. Не, типа, да. На первой.